Автоматические биокамины DALEX производства компании Glossfire поставляются в деревянных ящиках. Упаковка обеспечивает сохранность груза в момент транспортировки. В комплект поставки входит лейка, специальная ткань по уходу за изделием, пульт управления и подробная инструкция. В ящике вы найдете стекло, которое необходимо установить в стеклодержателе и зафиксировать при помощи шестигранного ключа. Управлять камином можно при помощи панели, которая находится на лицевой поверхности изделия, под защитным лючком, либо при помощи пульта управления. Для включения нажмите эту кнопку. Топливный бак пуст. Камин заблокирован. Камин сообщает вам свое текущее состояние. Для того, чтобы его разблокировать, зажмите кнопку старт-стоп. Камин разблокирован. Топливный бак пуст. Для того, чтобы заправить бак, нажмите кнопку плюс-минус. Люк заправки разблокирован. После чего откройте люк заправки. Люк заправки открыт. На протяжении всей работы камин будет воспроизводить подсказки. Будто топливный бак пуст, или вы забыли закрыть лючок заправки, либо горит первый, второй, или последующие уровни огня. Заправим камин топливом. Компания Glossfire рекомендует использовать только топливо Бионлов. Это сертифицированный продукт европейского производства. Вот так выглядит оригинальная упаковка. Заправляем биокамин. Для этого необходимо вставить лейку в заправочное отверстие. Камин заправлен. Уберите лейку и закройте люк. Камин готов к работе. Мы услышали уведомление «Камин готов к работе». Это значит, мы можем его эксплуатировать. Для включения камина нажмите кнопку «Старт». «Старт работы». После того, как мы нажали кнопку «Старт», камин начинает свою работу. Мы видим, как плавно и не спеша разжигается камин. После того, как камин сообщил «В работе», мы можем изменять высоту огня. Уровень пламени 3. В процессе изменения уровня огня мы можем запомнить любимый уровень пламени. К примеру, сейчас мне нравится этот огонь. На пульте управления я зажимаю кнопку с маленьким сердечком. Уровень пламени сохранен. В любой момент, когда я захочу, я смогу нажать эту кнопку повторно, и камин автоматически перейдет на любимый уровень пламени. На панели управления камина можно изменять высоту огня в большую или в меньшую сторону. Также можно включить или выключить биокамин, нажав кнопку «Старт-стоп». При помощи пульта управления можно включить или выключить камин, заблокировать или разблокировать, сделать пламя больше или меньше, включить, выключить звук, открыть, закрыть люк заправки. Также можно запомнить любимый уровень пламени. Сейчас я буду управлять биокамином при помощи пульта. Обращаю внимание, камин работает при дневном свете. Пламя очень оранжевое, насыщенное, игривое. Уровень пламени 4. Заблокируем камин, чтобы им не могли управлять дети. Камин заблокирован. Разблокируем камин, чтобы снова управлять им. Камин разблокируем. В работе. Сделаем пламя меньше. Уровень пламени 3. Уровень пламени 2. Если мешают звуковые уведомления, звук можно отключить. Звук отключен. Либо включить, когда вы этого захотите. Звук включен. Сейчас пламя находится на втором уровне. Я хочу перейти на любимый, так как ранее его запомнил. Любимый уровень пламени. Камин плавно поднимет уровень огня до любимого. Если вы хотите выключить камин, необходимо нажать кнопку STOP на панели управления камина, либо на пульте. Выключение камина. Сразу после выключения камина включается автоматическая система его охлаждения. Максимально быстро охлаждаются все важные элементы биокамина. Пламя затухает. После полного остывания камин блокируется.